Всем, кто подключился онлайн, я рад вас приветствовать. И все, кто будет смотреть сегодняшнее выступление в записи, я тоже рад вас приветствовать. Хотя, мне кажется, что есть смысл подниматься рано с утра, для того, чтобы иметь возможность общаться со спикерами вживую, задавать им вопросы. Тем более, что у нас сегодня такие интересные встречи. Это очередная дружеская встреча с еще одним тренером, который вносит огромный вклад в развитие консультантов, лидеров, да и вообще индустрии сетевого маркетинга в целом. Но самое интересное, что больше акцента делается именно на работу с компанией и консультантами компании Reflame. Я сейчас уже начинаю. Рад вас всех приветствовать. У нас шестой день онлайн-форума. И я хотел бы вас попросить поставить... Сейчас, секундочку. Еще один тренером, который вносит... Снова я сам себя слышу. Так, секунду. Итак, еще раз возвращаюсь. Я рад вас приветствовать. Шестой день онлайн-форума. Секрет успеха лидеров Reflame. И мы его успешно открываем. Пожалуйста, на этой фразе, на этой ноте как-то дайте обратную связь. Поставьте плюсики, чтобы меня слышите. Поставьте смайлики. Поделитесь своим настроением. И настроим на сегодняшнее выступление. Дайте знать, что вы подготовили свои каверзные вопросы к спикеру. И уже в полной боевой готовности, чтобы их задать. Я думаю, есть смысл этот вопрос тоже использовать. Так, вижу. Пошли плюсы. Отлично. Связь у нас с вами есть. Ну, и так. И так. Организационный момент. Для тех из вас, кто на онлайн-форум приходит не один, а с командой. А помните, у нас главный секрет успеха. В принципе, он был, есть и будет. Что для работы онлайн, что для работы оффлайн. Это, если ты хочешь, чтобы зарабатывал твой наставник, твой спонсор, то приходи на мероприятие самостоятельно. Если ты хочешь, чтобы росли твои личные чеки, то нужно приходить с командой. Наверняка вы все это все прекрасно знаете. Я вам просто как организатор, я уверен, что здесь собралось очень много спонсоров, очень много менеджеров, директоров. Лидеров, топ-лидеров со своими командами даю вам обратную связь. На воскресные, субботние мероприятия некоторые из ваших консультантов, они в состоянии спячки. Возможно, зимние. Видите, я специально возле окошка встал. Я сейчас нахожусь в Сочи. Тут, в принципе, еще пока желтые листочки, и даже зеленые на деревьях висят. Снег только в горах. Внизу не выпал, но уже кто-то находится в спячке. Обратите на это внимание, потому что я знаю, что многие из вас поменяли график своих расписаний, заменили программу обучения, которую вы обычно проводите, на то, чтобы участвовать в эти 2 недели в онлайн-форуме всей команды. То есть мониторьте, проверяйте, все ли у консультанта, вся ли команда ваша здесь присутствует. Потому что, сразу говорю, что не все, далеко не все. У меня перед глазами цифры. И знаете, очередной раз, уже второй раз, когда я готовлюсь к тому, чтобы представить спикера, у меня что-то начинает очень активно питься сердце. Не знаю почему. Возможно, это потому, что люди, которых я очень сильно уважаю и ценю. Возможно, потому, что это просто мои хорошие знакомые друзья. И возможно, потому, что мы вместе с ними делаем одно большое дело, развивая индустрию сетевого маркетинга в целом и особое внимание уделяя консультантам и лидерам компании Reflame. Не знаю, в чем на самом деле, но я, как непривычно для меня, волнуюсь. У меня от этого, кстати, чуть-чуть речь даже сбивчивая. Я с вами за собой замечаю. Наверное, эту энергию, это волнение есть смысл передать вам быстрее. Знаете, как хороший актер, он себя накачивает таким адреналином или как волнением, чтобы хорошо выступить. Так вот, все-таки не меня сегодня слушать. Мы с вами еще в самом концерте встретимся. Сегодня вам предстоит встретиться с замечательным человеком. Это Екатерина Сальен. Я сразу скажу, кто он, если кто не знал. Чем интересна она, это то, что... Вы знаете, я мало встречал людей, которые... Ну, людей-тренеров, которые с такой ответственностью, с таким серьезным настроем и открытостью работают с консультантами и лидерами компании Reflame. Чем мне интересен этот человек, да и как все тренеры, которые мы сегодня представим, но особенно Екатерина, то, что здесь во главе у нее стоит это результаты. Результаты тех людей, тех учеников, которые к ней приходят, записываются на обучение, потому что она автор многочисленных эстафет по продажам, по рекрутированию. Также создатель бойцовского клуба карьеристов. Ну, вообще там фонтанирует идеями. Главное, что все ее проекты, все ее программы обучения объединяет одно. Это результаты. И чтобы не быть многословным, достаточно зайти к ней на страницу и увидеть, какое огромное количество отзывов, какое огромное количество благодарностей получает Екатерина от своих учеников, которые мне пишут на странице в комментариях. Возможно, вы, кстати, один из ее учеников, вон я смотрю, уже Екатерине передают приветы, благодарности здесь в чате. Сбился, да? Сам тоже. Короче, я с удовольствием передам слово сегодня Екатерине. Екатерина Сальет с вами сегодня проведет почти час времени, и вы сможете у нее взять самое лучшее, самое ценное. Но самое главное, что зарядиться настроением, энергией, мотивацией на то, чтобы покорить новую, следующую ступеньку карьерной лестницы. Итак, встречайте Екатерину Салье своими бурными чат-аплодисментами. Екатерина, я тебя подключаю, и ты в прямом эфире. Все, готова. Я готова. Доброе утро. Готова. Доброе утро. Доброе-доброе. Спасибо. Я, к счастью, я вижу чат. И сегодня у нас с вами есть некий лимит в рамках форума. Это около часа, ну вот плюс-минус. Но в любом случае я отвечу на все ваши вопросы. То есть официально форум будет закончен, но я продолжу еще записываться. И этот остаток записи с вашими вопросами будет выложен на моей странице. Поэтому все ваши вопросы в форуме и те вопросы, которые были на странице, не будут пропущены ни в коем случае. Поэтому пишите, пожалуйста, если они сейчас уже возникнут. Но техническая сторона у нас такая. Сейчас я включу слайды, и меня больше не будет видно для онлайн-трансляции. В процессе онлайн-трансляции меня больше не будет видно, поэтому радуюсь каждому, кого уже знаю. Приветствую всех, кого вижу впервые. Я смотрю за чатом, и мы начинаем нашу с вами работу. Сейчас будет такая техническая проблема с переключением. Сейчас мы будем это делать. Я буду размахивать руками, пока мы это делаем. Отлично. Все. Мы слайды, да, смотрим? Хорошо. Итак, для тех, кто видит меня впервые, чтобы было... То есть мы анализируем все дни форума, с удовольствием смотрим каждый день каждого выступающего и отслеживаем все вопросы, которые вы задаете. Мы, в смысле, это команда школы Екатерины Салье. Поэтому сегодня я начну с того, чтобы... Вот это моя анкета ВКонтакте. Я есть только ВКонтакте, в социальных сетях. Вы можете меня очень легко найти. Для этого вам необходимо в поисковую строчку ввести мою фамилию Салье, и у вас сразу выпадет все, что находится в открытом доступе, включая мою анкету. И любые ваши вопросы, ваши личные сообщения, либо я, либо координаторы, в зависимости от того, о чем они будут, вы на них получите обратную связь и ответ. И начинаем нашу с вами работу. Наша тема сегодня называется «Технология эффективного онлайн-сопровождения ключевых партнеров и создания результатов для лидеров компании Reflame». У нас будет несколько слайдов, в которых есть такие, знаете, большие, большое количество букв, большое количество слов. Я буду их расшифровывать. Итак, технология эффективного. Понятно, что вы получите некий метод, некое понимание того, каким образом сопровождать и как отслеживать, насколько ваше сопровождение эффективно. Онлайн-сопровождение. Здесь я вставила волшебное слово, которое сейчас всех вдохновляет. Это, знаете, утром сегодня была возможность подумать на эту тему, что все ищут способ как бы, ну, как бы так что-то сделать, чтобы ничего не сделать, и как, что такое съесть, чтобы похудеть. Вот онлайн-сопровождение примерно из этого отряда. Онлайн-сопровождение требует большого, большего, более значимого, более напряженного внимания, чем даже оффлайн-сопровождение, в принципе. Но технология эффективного сопровождения, онлайн или оффлайн, не так принципиальна. Вот, знаете, вот есть такая замечательная картинка. Посмотрите на нее, вдумайтесь. Вот MLM-бизнес или сопровождение, или некоторые подходы разные к системе строения бизнеса, это вот то, что находится в центре этой картинки. Не знаю, что это такое, но вот фигура, находящаяся в центре. Онлайн-метод – это некий квадратик. Онлайн-метод – это некий кружочек. Но MLM-бизнес и система сопровождения, и система лидерства, и понимание лидерства – это вот то, что находится в центре. Оно выглядит вот так. Поэтому любое желание, знаете, вот дайте мне онлайн, я не хочу оффлайн работать. Я не хочу онлайн, я не готов еще переходить в мир виртуальной реальности или нереальности. Я хочу работать с живыми людьми. Значение не имеет. Если вы владеете какой-то системой, если вы владеете технологией, она будет работать у вас в любом направлении. Выглядит чуть-чуть по-разному. Но работать будет и там, и там. И одинаково хорошо, если она у вас есть, и она рабочая. И одинаково плохо, если у вас ее нет, либо она неэффективная. Поэтому еще раз вернемся к теме технологии эффективного онлайн-сопровождения ключевых партнеров и создания результатов. Потому что эффективность мы меряем фактом результатов. А результатами являются деньги, которые вы получаете, люди, которые появляются в вашей команде, в ваших клиентах. И баллы, которые дают возможность вам карьерно расти. Ну и для лидеров компании Reflame. Да, как совершенно верно заметил Александр, я работаю с компанией Reflame. Последние три года я работаю только с компанией Reflame. И у меня есть большое желание, намерение, воля и силы характера, которые я прикладываю для того, чтобы продолжать этот путь. Reflame много для меня значит, Reflame много создал в моей жизни, много изменил в моей жизни. И поэтому это отдельная история. Сегодня о себе я не буду. Сегодня мы будем о вас, о вашем продвижении, о вашей карьере и о том, что вы в своем бизнесе можете создать, что вы сейчас пропускаете или что вы делаете уже очень хорошо. И основная идея, которую вам вот, ну, знаете, как вот мы всегда об этом говорим, я всегда об этом говорю, каждый вебинар, я говорю об этом, бизнес очень похож на систему паззлов, систему, и вам иногда хочется увидеть сразу всю картинку, покажите, что будет в конце, дайте что-то такое целое и объемное. Но мы собираем маленькие кусочки, навыки продажи, навыки рекрутирования, навыки онлайн, навыки личных встреч, навыки, сейчас самая, знаете, ведущая тема, с которой мы тоже очень активно работаем, это видео-маркетинг, навыки записывания продающих видео, создания продающих видео, технического сопровождения, потому что объем и возможности технического сопровождения для онлайн-бизнеса растет на огромной скорости. И поэтому весь бизнес состоит из паззлов. И вам очень важно, если вы намерены быть эффективным лидером и эффективным предпринимателем, вот эту вот идею принять для себя, что это паззлы, и постоянно эти паззлы собирать и складывать их, и подбирать, куда подойдет конкретно этот паззл. Каждое выступление спикера и тренера онлайн-форума – это один из паззлов, который дает возможность вам создать для себя картинку в целом. Один из паззлов. И вы постоянно вот этот паззл добавляете, добавляете, пристраиваете. Итак, что вы сегодня сможете? Те паззлы, которые я со своей стороны вам сегодня предоставлю. Во-первых, вы сможете проанализировать свой карьерный путь, посмотреть, то есть мы уже об этом говорили, посмотреть, как вы идете, куда, на какие выступаете кочки, какие у вас кочки настоящие, они дают возможность вам удержаться в этом странном, таком, знаете, нестабильном месте. Какие кочки ложные, они вас подставляют, проваливаются под вашими ногами, и вы чувствуете и спад энергии, и спад объемов, и потерю людей. То есть проанализировать свой путь. Вы сможете, я сегодня дам, знаете, наверное, самый, как все гениальное просто, самый простой и при этом гениальный просто тест, по которому вы сможете задать вопрос себе, прежде всего себе, и узнать, а лидер ли вы на сегодняшний момент, и проверить своих ключевых партнеров, а лидеры ли уже ваши ключевые партнеры, или они еще нуждаются в определенном сопровождении. Я вот к сопровождению, знаете, это, наверное, момент велосипеда. Вы выводите вашего ребенка во двор с целью научить его кататься на велосипеде. И сначала этот велосипед ведете вы, потом за руль, да, удерживаете его равновесие, потом вы за этим велосипедом бежите, сначала идете, потом бежите, и держите его за багажник, чтобы велосипед продолжал двигаться, и можно было удержать. Потом вы уже бежите, и уже только одной рукой, как бы вот так, придерживаете этот велосипед в надежде, что, ну, как-то некая, энергия руки удерживает велосипед. А потом вы отпускаете велосипед, но еще какое-то время продолжаете за ним бежать. Не знаю зачем, но это делают почти все матери. Обратите внимание во дворах. С днем матери вас, кстати, по этому поводу. И только потом, когда вы уже пробежав пару кругов и убедившись в том, что велосипед не упадет, и даже если вы не будете бежать, вы останавливаетесь. Так вот, тест, который вы сегодня получите, даст вам возможность оценить и себя, и свой уровень лидерства, и своих ключевых партнеров, чтобы понять, пора ли уже этот велосипед отпускать или еще нужно придерживать. Ну, и насколько сильно его необходимо придерживать. Дальше. Я сегодня поделюсь таким понятием, как поток. Что такое поток и какое значение он имеет в системе сопровождения. Это, наверное, самое важное. Это именно то, что дает возможность создать результаты. Мы сегодня поговорим о Мэри Поппинс, это удивительный персонаж. И я дам возможность вам получить подарки и ответы на свои вопросы. Но мы уже это обсудили. Будем работать. Будем работать. Итак, я хочу привести пример. Сегодня мы проводим марафон успеха. У нас здесь много участников наших есть. Есть те, кто увидит об этом впервые. И я сегодня для того, чтобы показать на примере марафона успеха, как он выглядит, из чего он состоит, что мы там делаем, систему сопровождения. Марафон успеха, каждый эстафет, это 21 день, это система сопровождения. Достаточно замкнутый цикл. От буквы А до буквы Я мы в 21 день вклиниваем. И за дня в день, ну, то есть у 20... Знаете, у нас было уже 8 эстафет, и мы тут недавно посчитали, мы провели порядка 180 онлайн-вебинаров утренних. Кстати, мы начинаем в 6 утра. Не в 11, в 6 утра и по субботам и воскресеньям тоже. Мы провели очень много вебинаров. Вот это есть сопровождение. То есть каждый день, 21 день мы встречаемся и работаем. И вот на примере марафона успеха я покажу вам одну из технологий, как таковую сопровождение, потому что мы как раз этим и занимаемся. Мы сопровождаем лидеров, команды лидеров до результата. Ну, результат мы, как вы видите, по кольцам олимпийским меряем позициями продажи, рекрутирования, встречи, контакты и звонки, которые делают наши участники в процессе работы. Для того, чтобы было понятно, что метод работает, я хочу показать очень быстро, не буду углубляться, нашу статистику. Мы по итогам каждого марафона считаем свои цифры, свои результаты. Первая эстафета у нас было 104 человека. Это количество людей, активно работающих и ежедневно сдающих статистику. Участников больше. Сдающих статистику у нас 40-60% в зависимости, не знаю, видимо от времени года. Итак, 104 человека сдавали статистику на первой эстафете, и за 21 день они создали товарооборот, это свои личные продажи, личные заказы и новые регистрации в размере 1 миллиона 131 рубля, 1384 рублей. Больше не буду называть цифры, у вас есть возможность их увидеть. Дальше. Мы вывели такую простую формулу. Мы берем товарооборот, который создают эти люди за 21 день, 104 человека. Делим на примерную стоимость бонус баллов. Мы берем цифру 50, округлив все, что можно округлить, посчитав возможные ошибки, то есть мы берем 50 рублей. И делим на 7,5 тысяч бонус баллов, которые являются директорским объемом. Так вот, в период первой эстафеты у нас было сделано участниками в количестве 100 человек 3 директорских объема. И в общей сложности было зарегистрировано 298 новых регистраций клиентов или партнеров в компанию «Арифлэн». Это цифры первой эстафеты. Теперь по всем остальным. Сейчас я просто все остальные выложила. Вторая эстафета у нас было 112 активных человек. Мы сделали 4,5 директорских товарооборота. На третьей эстафете 119 человек. Мы сделали 6 директорских товарооборотов. На четвертой 194 человека, 8. На пятой 217, 10 директорских товарооборотов. И на шестой 176. Ну, цифры видны. Итак, теперь мы взяли все средние показатели. Мы сложили сумму активных людей за каждую эстафету, разделили на 6. И у нас получилось, что в среднем на марафоне было 154 активных человека за все 6 эстафет. В общей сложности за 6 трехнедельных периодов марафоном был создан товарооборот чуть больше 15 миллионов. И разделив это все по формуле, мы получили, что каждая эстафета в среднем делает 6,7 директорских товарооборота. В количестве людьми, в количестве 154 человека. Напишите, пожалуйста, в чате, который я вижу, считаете ли вы, что это результат, на который можно ориентироваться. И это результат, на примере которого можно взять систему сопровождения в свой собственный бизнес. Пока я жду, у нас есть задержка в любом случае в Google Hangouts. Поэтому еще раз, 154 человека, которые каждый день совершают какие-то действия. И пишут статистику. Мы не учли тех, кто нам не отчитывал. У нас есть обязательное домашнее задание, отчитываться каждый день. 154 человека 21 день сделали почти 7 директорских товарооборотов. Потому что в процессе марафона создается поток. Я вижу плюсики, они меня, безусловно, радуют. Итак, основной инструмент сопровождения. Если вы сейчас пишите, запишите одно большое слово. Основной инструмент сопровождения, который мы создаем внутри нашей программы, это создание потока. Мы создаем поток, вся работа, все упражнения, все действия, все эфиры и так далее, все тонкости направлены на то, чтобы создать поток. Что такое поток? Вот он снова в слайде с большим количеством боксов. У вас будет возможность получить эти слайды, поэтому сейчас я только о нем скажу. Поток, если мы берем каждую отдельную каплю, вообще в море жизни, я не знаю, просто берем каждую отдельную каплю. Она очень маленькая, она очень слабенькая. Но когда эти капли объединены, например, в энергию океана, то мощь этого океана безмерно больше, чем энергия даже суммы капель. Если мы возьмем миллион капель, посчитаем их возможную энергию, физическую энергию, и сложим, так вот эта сумма будет бесконечно меньше, чем энергия, которую создает океан. Поток – это увеличение эффективности в результате соединения знаний, усилий, сотрудничества, взаимоподдержки партнеров в единую систему, создающую результат, превышающую просто сумму результатов каждого из отдельных участников. Еще раз, если мы бы взяли вот эти 150 человек и взяли их отдельный результат в жизни, и в ваших жизнях, и в ваших структурах по отдельности, вот человек сам по себе где-то один там тихонько плещется, и вот его результат, и сложили бы, то этот результат был бы значительно меньше, чем результат, который он создает в потоке. 6,7 директорских товарооборотов за 21 день группой в 154 человека. Это результат потока. И самое важное в системе сопровождения – это не то, что вы учите людей, это не то, что вы их там пинаете куда-то в нужном, тащите железной рукой в рай. Это соединение знаний, усилий, сотрудничества и взаимоподдержки. Для всех, кто озадачен, горит желанием, мечтает создать эффективную систему сопровождения, вот из определения потока вы, на самом деле, можно сейчас заканчивать наше выступление, потому что в определении потока есть все. Как только вы увидите для себя возможность не тащить эту гигантскую телегу, на которую вы посадили своих клиентов или партнеров одному, потому что вы самый умный, самый сильный, самый успешный, а соединить возможности, опыт, интенсивность, желание, скорость, я не знаю, человеческий фактор, который самый нестабильный в одну систему, вот в этом режиме вы получите вот это многократное увеличение результата. Как мы достигаем потока? Все, что направлено на создание потока, укладывается в три слова. Мы благодарим, вот каждый день потока, каждый день марафона успеха, каждый день вашего сопровождения должен быть связан с Днем Благодарности. Объявите на ближайший, не знаю, каталог для себя, кстати, он вот буквально скоро начинается, как и наша очередная эстафета. Объявите на ближайший каталог для себя каждый день Днем Благодарности. Находите возможность, механизм, повод и людей, которых вы будете за что-то благодарить. Это то, что создает поток. Мы работаем на то, чтобы вдохновлять наших участников, и, соответственно, ваша задача – вдохновлять ваших партнеров и анализировать, собственно говоря, то, что произошло. И сегодня я покажу, вот любая система, любой бизнес – это айсберг. Я покажу сегодня только верхушечку этого айсберга, но даже по верхушечке уже можно определить, ну, во всяком случае, предположить, что там есть глубина, что с этой глубиной надо работать. Я не дам сегодня всего айсберга, потому что мы делаем это из эстафету в эстафету. 180 вебинаров, и мы еще не дошли, знаете, до того, что мы уже освоили весь айсберг. То есть мы каждый день с этим работаем. Сегодня вы увидите так называемые понятия верхнего уровня, из чего состоит вся наша работа. Итак, значит, первое. Путь от холодного рынка до лидера. Путь, который необходимо проходить вам. Хотите вы этого или не хотите, но это путь – это как раз те кочки, которые удержат вас в болоте нестабильности, в болоте кризиса, в болоте финансового неблагополучия. И это путь, по которому важно научиться вдохновлять и благодарить своих партнеров и клиентов, проходить для того, чтобы они становились лидерами и достигали тех желаний, целей и реализации возможностей, которые дает возможность компании, собственно говоря, осуществить. Итак, первое – это холодный рынок. Опять, здесь неважно, вы берете холодный рынок офлайн, когда вы выходите и лично общаетесь с людьми, которых видите в первый раз жизни, либо вы берете еще более холодный рынок, на самом деле еще более холодный рынок и жестокий рынок онлайн. Это кажется, что в онлайне все гораздо теплее, там все на самом деле гораздо холоднее. Но, тем не менее, первый пункт – это холодный рынок. Холодный рынок, когда вы научитесь с ним работать, Когда вы научитесь видеть в этом, знаете, как вот этот манно-небесный, по-другому нельзя назвать, манно-небесный, вот когда вы научитесь к нему так относиться, он даст возможность вам бесконечно усиливать и увеличивать список знакомых. Список знакомых, список рекомендаций, с которыми вы будете работать. Понятно, что между этими двумя кочками есть определенная технология, но мы сейчас идем по верхнему уровню. Итак, холодный рынок дает возможность бесконечно увеличивать список знакомых, который дает возможность получать клиентов. Клиенты, 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 которые при правильной работе, при правильном сопровождении становятся вашими постоянными клиентами, тем самым образуя, собственно говоря, ваш товарооборот, ваши деньги, ваш доход и вашу возможность купить хлебушка. Потому что клиенты – это хлебушек, это еще не масло и не икра. Масло и икра находится в позиции партнеров. И вы из постоянных клиентов, из людей, с которыми работаете, из списка знакомых, работаете на создании ключевых партнеров, которых в дальнейшем превращаете в лидеров. Итак, путь очень несложный. Вот сейчас у вас есть возможность просто посмотреть, не пропускаете ли вы что-то, не пропускаете ли вы элемент холодный рынок. Нет ли такого момента, что вы пропускаете необходимость постоянно работать со своим списком знакомых, потому что, может быть, вы в бизнесе уже 10 лет и вам не нужен список знакомых, вы так думаете. Может быть, вы не работаете на поиск новых клиентов, из которых вы создадите своих постоянных, потому что у вас уже есть целых два клиента. Ну и вопрос ключевых партнеров и лидеров. И сейчас мы переходим к теме тест. Кто такой лидер? Как можно понять, а лидер ли я, а лидер ли мои ключевые партнеры, лидер ли моя Марья Ивановна и Сергей Петрович, у меня есть два ключевых партнера, лидеры ли они. Итак, лидер – это бизнес-партнер, который не создает беспокойства для своего спонсора, основанно подходит к развитию своего бизнеса и готов вкладывать в свой бизнес время, деньги и силы. Давайте, собственно говоря, перейдем к самому тесту. Тест очень простой. Итак, задайте вопрос прежде всего себе. Создаете ли вы беспокойство для своего спонсора? Вынужден ли спонсор беспокоиться о том, закроете ли или не закроете, сделаете ли или не сделаете вы заказ? Вспомните ли вы, не вспомните о том, что каталог начался и закончился, о том, что нужно работать с тем и с этим? Идете ли вы на мероприятие вашего спонсора, помогаете ли организовывать мероприятие, везете ли своих партнеров и людей на мероприятия? Вопрос беспокойства – вопрос очень глубокий. Задайте его себе. Вы создаете на сегодняшний день беспокойство для своего спонсора или нет? Да, нет. Отмечаем и, соответственно, двигаемся дальше. Второй вопрос. Имеете ли вы цель двигаться по лестнице успеха? Ну, тут, конечно, понятно, сейчас такое всеобщее. Да, мы имеем цель, мы хотим двигаться, иначе зачем бы мы сидели? Но иногда, когда ты всматриваешься в определенные работы, в определенные позиции лидерства, о них, кстати, уже некоторые спикеры говорили о тех, кто не хочет давать возможность расти людям рядом, и, соответственно, сам не очень растет, то возникает большой вопрос. А реально, имеете ли вы такую цель? Или у вас есть другая цель? Отвязаться от вашего навязчивого спонсора, там, я не знаю, получить какую-то маленькую выгоду, куда-нибудь там съездить без собственных денег. Есть ли у вас цель двигаться по лестнице успеха? Готовы ли вы вкладывать время в свой бизнес? Работаете ли вы с такой категорией, как время? Считаете ли вы свое время в бизнесе? И готовы ли вы его вкладывать? Или вы тратите его? Это вот тоже, знаете, такой мега большой вопрос. Готовы ли вы вкладывать силы в свой бизнес? Ой, что-то я устал, 11 утра, я еще сплю, такая рань, нет, нет, я никогда. И готовы ли вы вкладывать деньги в свой бизнес? Любой бизнес требует времени, сил и денег. И кто-то не готов что-то из этих позиций вкладывать. У кого-то нет времени, у кого-то нет денег для того, чтобы развиваться, у кого-то нет сил, у кого-то нет цели, а кто-то бесконечно создает беспокойство. Так вот, лидер вы или нет, и лидер или нет ваши ключевые партнеры можно определить по этому, ну, достаточно элементарному тесту. И тем не менее, который даст вам честную-честную, так ли все хорошо, как вам бы хотелось. И, соответственно, он даст вам понимание, куда дальше двигаться, и, собственно говоря, на что стоит сделать акцент, и на чему стоит уделить внимание. Итак, лидер – это бизнес-партнер, который не создает беспокойства для своего спонсора, осознанно подходит к развитию бизнеса и готов вкладывать в свой бизнес время, деньги и силы. И я вернусь к потоку еще раз. Сейчас мы перейдем к самим механизмам создания потока. Основной инструмент сопровождения – это поток. Если вы намерены, еще раз повторюсь, создавать эффективное сопровождение, приносящее вам результат, онлайн-сопровождение или оффлайн-сопровождение, вам необходимо услышать, принять, научиться, выбрать для себя, создавать поток в своем бизнесе, в своей карьере. Итак, в потоке мы делаем три основных позиции. Мотивация. Мы даем мотивацию, ответственность и компетенция. А для того, чтобы было понятно, что обозначают эти малорусские слова, мы их расшифровали следующим образом. Мотивация – это когда я что-то хочу. Вот я хочу, я желаю, да, у меня есть вдохновение, энергия. Я, значит, у меня все в порядке с мотивацией. Значит, мой лидер, мой сопровождающий дает мне эту мотивацию. Ответственность меряется простым элементарным понятием – делать. Если я делаю, значит у меня в соответственности все хорошо. Если я только гиваю головой, совсем соглашаюсь, но при этом ничего не делаю, значит с ответственностью у нас есть такая, знаете, большая потеря. И компетенция. Компетенция – это знания, это навыки, которые вы используете. Мы сейчас, знаете, у нас вот сейчас пошла большая акция, мы запускаем эту большую акцию «Мой MLM бизнес», которая связана с тем, что имидж бизнеса, вообще имидж сетевого бизнеса целиком зависит от профессионализма консультантов. И вот вопрос компетенции, когда вы знаете, что делать, вы делаете это хорошо, это то, что очень важно для потока. Вот тут вот, кстати, самое время перейти к теме Мэри Поппинс, секрет Мэри Поппинс, который я обещала, собственно говоря, раскрыть. Мэри Поппинс, мы вчера, знаете, по этому поводу специально посмотрели фильм про то, кто такая Мэри Поппинс. Мэри Поппинс – это не фильм «Они», это фильм о том, как создавался этот образ и персонаж. Мэри Поппинс – это не женщина для детей, это не человек, который поднимает детей, ухаживает, направляет, даже воспитывает каких-то, чему-то учит. Это человек, ну, Мэри Поппинс не для детей. Мэри Поппинс – это человек, который спасает родителей, который помогает родителям. Мы очень часто сравниваем лидеров с родителями, потому что самая важная задача лидеров – приглашать в свою команду людей, находить этих людей. Знаете, как вот у родителей самая важная задача – рожать детей, которых родители потом отдают либо в школу, либо Мэри Поппинс, и та уже занимается вдохновением, подъемом, отслеживанием за этими детьми и так далее. Мэри Поппинс – это помощник не детей, не для детей, а для родителей. Вы знаете, у меня вчера прямо было мега-откровение, потому что все тренеры, которых Александр вам представляет, с которыми вы сотрудничали, наверное, в своем бизнесе или будете еще сотрудничать, в какой-то степени являются Мэри Поппинсами, ну, в женском либо в мужском обличии, потому что задача Мэри Поппинса – помогать лидеру, помогать, поддерживать, спасать в каких-то ситуациях лидера от усталости, от напряжения, от каких-то иллюзий, знаете, в некоторых моментах. И поэтому ваше сотрудничество с тренером, если вы, например, выходите на точку, когда вы понимаете значимое сопровождение, что делает тренер? Тренер внедряет элементы сопровождения, тренер удерживает энергию, тренер является третьим лицом, потому что маме и папе всегда можно, ну, как-то, знаете, по принципу… Я всегда им успею сказать, что я их люблю, и, соответственно, никогда не поздно им нахамить. Вот так бывает, и в бизнесе так бывает. И, знаете, для меня, наверное, компания «Рифлэйн» я в первый раз, когда увидела эту ситуацию, когда топовый лидер звонил своим консультантам, и они не брали трубку. И я сидела рядом с этим лидером, сегодня вижу ее в чате, я счастлива видеть всех своих партнеров, всех своих топовов, обожаю и ценю. И для меня был шок. Это лидер, которого знает вся Россия, знает мир. То он звонит консультантам, и они просто не берут трубку. Это было, знаете, у нас нет такой проблемы. От нас иногда топы немножко пытаются, конечно, улизнуть, но консультанты от Мэри Поппинс не ускользают, мы за ними следим. Почему это происходит? Почему такое сопротивление? Потому что есть человеческий фактор, он самый нестабильный, он самый трудноуправляемый. Любая информация, которую вы даете, информация о бизнесе, о навыках, о мероприятиях, о продукте, о возможностях, она идет по этапам. Пять этапов. Первые два, ух ты, что-то новое, где-то я уже слышал этапы, когда люди рады услышать, люди вдохновляются. Но когда вы потом снова и снова повторяете, и знаете, как вот, даже в сайте, простите, в сайте, в чате очень часто так звучит, ой, я только сейчас начала понимать. А самое, знаете, странное, когда это звучит от моих участников, от наших, собственно говоря, партнеров, они пишут, я только начала так понимать. И хочется крикнуть, да как же так, я же вам это столько раз говорила. Но и у каждого спонсора есть такое ощущение. Почему, когда я вам говорю, вы не слышите, а вы съездили на какое-то мероприятие, и вы там услышали, я вам это говорила тысячу раз. Потому что ответ очень простой. Информация идет по этапам и застревает, как в болоте, в этих этапах. И для того, чтобы протащить ваших людей, ваших партнеров, поднять энергию, как-то по-новому дать возможность эту информацию услышать, очень важен вот этот вот эффект третьего лица, эффект нового человека. Для чего нужны тренеры, лидеры? Для того, чтобы возникала возможность как раз по-новому озвучить то, что говорит лидер, то, что лидеру важно донести до своих людей. Итак, мы создаем в потоке мотивацию, мы создаем в потоке желания чего-либо. Но, и вот, знаете, я как бы сразу поделюсь одним из инструментов. Для того, чтобы у людей было желание что-то услышать или что-то получить, очень важно, чтобы они приходили со своей тары. Вот я человек, рожденный в Советском Союзе, и я тоже ходила с бидоном. Я думаю, многие из вас помнят этот светлый бидон, куда складывали сметану. Потому что, когда где-то продавалась сметана, за ней сразу выстраивалась очередь. Но, понимаете, если бы вы выстраивались в эту очередь без бидона, а это было время, когда не было полиэтиленовых пакетов еще в таком изобилии, как они сейчас, то какая бы ни была хорошая сметана, и как бы круто вы не отстояли очередь, вам ее положить было бы некуда. Поэтому важно приходить со своей тарой. Тогда вы отстоите очередь, тогда вы точно в этот бидон что-то добудете. Что такое тара для любого сопровождения? Что такое тара для любого обучающего мероприятия? Это навык задавать вопросы. Если вы пришли сегодня... Уважаемые участники бойцовского клуба корривистов и марафон успеха, к вам отдельный привет и поклон. Если вы пришли сегодня без записанных вопросов, то вы ничего не получите. Вы опять идете, о-о-о, сметана была, крутая сметана была, разбрызгивали сметану. Как сказали на одном из мегафорумов, никогда не уходите с мероприятий с эмоциями, всегда уходите с записями. Создавайте записи. Но ваши записи будут работать только если у вас есть старые, если у вас есть записанные вопросы. Что конкретно вы хотите сегодня услышать? О чем конкретно вы хотите сегодня узнать? И тогда вы получите эту сметану. И тогда у вас будет желание. Вы идете со своим вопросом, со своим интересом. И если вы научите этому своих партнеров приходить с вопросами на ваши школы, на ваши вебинары, на мероприятия, которые проводят... У меня по поводу Александра и Васечка просто отдельный респект. Великие люди, которые организовывают вот такого рода мероприятия, на мегафорумы, которые организовывает компания, очень важно приходить с вопросами. Тогда вы будете получать ответы. И тогда у вас будет желание, и у вас будет внутренний ресурс, чтобы услышать то, что говорится. Дальше. То, что мы создаем в потоке, ответственность. Мы вынуждаем людей в потоке делать разными способами. Мытьем и катанием, упрашиваниями и криками, пряниками. А знаете, в России не нужен кнут и пряник. Как во всяком случае, наша система говорит о том, что точно можно бить пряником. Потому что если он засох, то это нормальный мотивационный инструмент, который мы тоже регулярно бьем. Поэтому важность... Знаете, один из трех важных элементов потока – это заставить людей, пнуть людей, вдохновить людей, упросить людей, умолить их, я не знаю, еще что-то, умаслить их, чтобы они делали. Факт действия отвечает за поток. Если нет действия, не будет потока. Не будет потока, не будет эффективного сопровождения. Поэтому действие – это то, что необходимо делать. И есть три элемента бизнеса, которые мы рассматриваем. Это продукт, это маркетинг и это ваш личный бренд. Вот сегодня на онлайн-трансляции у нас будет запись. И будет запись, где я буду постоянно между слайдами мелькать. Эта запись будет выложена на моей странице. Но вот сейчас у нас на онлайн-трансляции есть только слайды. Это продукт. Вы не видите бренда, вы не видите меня. Когда мы работаем в марафоне или в таких других эфирах, там все время возникает еще такой элемент, как бренд. И, безусловно, где-то всегда скрыт некий маркетинг. Безусловно, компания Reflame – это четко. И бренд ваш личный, и бренд самой компании. Это маркетинг-план компании, и это продукт, который дает компания. Так вот, теперь переходим к сути, к самому зерну. Что такое 21 недель? Что такое сопровождение в течение 21 дня? У нас есть такая табличка 3 недели и все дни в неделю, с понедельника по воскресенье, которая состоит из 21 клеточки. Каждая из этих клеточек внутри заполнена разными темами, разными упражнениями, разными заданиями, разной энергией. И каждая неделя делится. Значит, первая неделя, первая неделя каталога – это работа с личным ростом. Это работа с вашими личными новыми клиентами, с вашими страхами, с вашими, не знаю, там, сомнениями, иллюзиями. Это то, что важно давать людям. Когда вы получили нового потенциального партнера, очень важно выделять неделю на работу с ним лично, с его личностью, с его какими-то вот внутренними, не знаю, составляющими. Вторая неделя и внутри нашего марафона успеха, и внутри системы сопровождения посвящена работе с клиентами, когда мы работаем с переводом из просто клиентов в постоянных клиентов, из постоянных клиентов с маленьким чеком в постоянных клиентов с большим чеком. Работа с клиентами. И третья неделя – это работа с партнерами. Вот чтобы было понятно, мы вот еще такой момент, приводим такой ассоциативный, создаем ассоциативный ряд. Первая неделя, когда вы работаете с личным, с самим собой и со своим там списком знакомых, своими навыками, это то, чем вы закрываете свое прошлое. Если мы говорим о вопросе денег, то в первую неделю вы зарабатываете деньги на то, чтобы закрыть то, за что вы еще вчера задолжали – квартплату, оплату обучения, кредитные долги и так далее. Вторая неделя, когда вы работаете с клиентами, когда вы работаете со своими постоянными клиентами или превращаете из клиентов в постоянных клиентов, вы работаете с настоящим, с сегодняшним днем, чтобы сегодня позволить себе пойти в парк с детьми или сегодня поздравить свою маму гигантским букетом рост. Это наше настоящее, это прямо сегодня. И третья неделя, когда вы работаете с партнером, это ваше будущее. Если вы упускаете какой-то из элементов, вы упускаете свою жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Вопрос, да, анализа вашей карьерной дороги, анализа вашего пути. Посмотрите, сосредоточены ли вы на каждой из этой позиций, существует ли она в вашей системе сопровождения, в вашей структуре, потому что это и есть жизнь. Бизнес, Арифлейм и жизнь неотделимы друг от друга. И вот так выглядит табличка. Каждый день соответствует определенному этапу продажи. Три недели, которые мы делим на разную направленность. И то, что мы создаем в эти 21 день. Каждый 21 день, каждую эстафету 21 дня, каждый каталог, который вы работаете в своем бизнесе. Мы создаем проектный товарооборот. Я сейчас очень быстро пробегусь. Опять же, вот сейчас не могу вам быстро, знаете, слайд с айсбергом поставить, но айсберг здесь будет очень уместен. Проектный товарооборот. Что мы делаем? Мы определяем экспертность. Мы выделяем и описываем целевую аудиторию. Мы создаем понимание и, собственно говоря, фактическую ценность для этой целевой аудитории. Мы создаем отношения и отдавание этой ценности для целевой аудитории. Мы создаем уникальные торговые предложения в зависимости от формата вашего проекта. Онлайн-бизнес – это тоже проект. Бизнес, направленный, например, на wellness и продукцию wellness, и всю линию wellness – это тоже проект. Бизнес, направленный на декоративную, например, косметику – это тоже проект. То есть каждый проект – это, знаете, замкнутая система, в которой есть все этапы. То есть онлайн-бизнес тоже можно представлять как отдельный проект. Дальше. Мы создаем систему касаний, являющейся сопровождением, с определенными целями, и мы анализируем все то, что создано, все то, что приносит или не приносит результат. Вот это то, чем заполнено сопровождение. Слайды тоже у вас будут. То есть вы потом сможете все спокойно, вдумчиво посмотреть, прочитать, вдуматься. Итак, дальше. Мы с вами обсудили желание, необходимое для того, чтобы был поток действия, необходимое для того, чтобы были результаты, и переходим к компетенции знания. Что необходимо знать? Слайд с большим количеством букв. Ура! Основная компетенция, основная для того, чтобы у вас было эффективное сопровождение, для того, чтобы у вас появлялись лидеры в вашем бизнесе, это концепция продажи. Это не навык даже продажи, не практика, не теория продажи, а концепция продажи. Я сейчас покажу, что такое концепция продажи. Сделаю это быстро. Время, вы сами понимаете, официальное у нас такое прям исходим. Итак, пирамида потребностей Маслоу. Базовая база. Создана она из первокниг, в частности из Кабалы, которые 400 страниц этой книги превращены в пирамиду Маслоу. Она является, в принципе, определяющей все наши жизненные порывы, посылы, позывы и все остальное. Итак, самый нижний уровень – это голод, жажда и половое влечение. Следующий уровень, когда вы удовлетворили и закрыли самые нижние потребности – это безопасность, комфорт, постоянство, стабильность. То, что на нормальную работу пойдут, там стабильность. Дальше. Социальные связи, общение и привязанность. Следующий уровень – признание и уважение со стороны других. И следующий уровень – самый верхний в этой пирамиде – самореализация и самоуважение. То есть, понимаете, пока у вас не прикрыта спина, другое место, так я хотела сказать, но будет спина, потому что вы чувствуете голод, вам нечего пить, и вы не можете продолжить свой урод, и, собственно говоря, даже негде это сделать, то о самореализации и самоуважении почти никогда не приходится говорить, либо это большая иллюзия. Так вот, концепция продажи – это сопоставление продажи и вообще, в принципе, этого механизма в бизнесе Арифлейн с пирамидой Маслоу. Голод, жажда, половое увлечение – нижний уровень, самый примитивный уровень, но мы без него не можем. Это прямая продажа. Это когда вы меняете крем на деньги. Когда вы просто меняете крем на деньги или тушь на деньги. Маленькая техническая пауза. Итак, следующий уровень, когда вы поднимаетесь, и у вас возникает вопрос безопасности – это продажи системы. И уже сейчас компания начала делать на это акценты, и уже сама Магнус со сцены периодически говорит прямо вот… Вот он тоже, он лизер. Он говорит о том, что важно продавать систему, только система создает результат. Это следующий уровень. Это еще не верхний, понимаете, уровень. Но система – это когда вы продаете от очищения до защиты, плюс декоративную косметику. Это то, что дает возможность создавать постоянных клиентов, лояльных клиентов. Продажа системы. Продажа каталога, идеи потребления – это изменение образа жизни. Это когда человек уже… Он не хочет идти в магазин, он не хочет не тратить на это время, не силы, он выбирает приобрести по каталогу. Это зависит от профессионализма консультантов. Понимаете, впихнуть каталог и сказать, типа, выбирай сам – это не продать эту идею. Идея каталога – это когда вы учите человека, когда вы показываете, когда вы влюбляете в сам факт того, что есть каталог, и можно дома красиво, приятно все это полистать, почитать, найти то, что тебе подходит. Никуда не спеша и не потея в плохо проветриваемом пространстве магазина, где тебя толкают. Дальше. Следующий уровень – признание уважения со стороны других. Это продажа бизнеса. Когда вы предлагаете бизнес, когда вы спрашиваете, как мне продавать бизнес, чтобы мне люди верили, что… Очень важно, чтобы в вашей голове появилась концепция продаж, и чтобы эта концепция превратилась в реальные практические навыки в вашей жизни. Тогда у вас не будет вопроса как. Потому что на любом уровне продажа выглядит одинаково. Вопрос просто, что вы продаете. Вы продаете ящик пива или вы продаете яхту? Вы продаете одну тушь, потому что у нее скидка? Или вы продаете вообще идею, что Арифлейм – это образ жизни, что все Арифлейм, путешествия Арифлейм, бижутерия Арифлейм, косметика Арифлейм, здоровый образ жизни Арифлейм – это продажа, ну, понимаете, это как бы просто другой уровень продажа. Но технология одна и та же. Ну и продажа бренда. Когда вы продаете себя, когда вы являетесь топовым лидером настолько, что люди к вам идут и говорят, пожалуйста, можно я у тебя? Можно мне, пожалуйста, у тебя? Тогда есть бренд. Вот я хочу сейчас еще привести в пример бренд. Например, Александр Васечка – это бренд. Его онлайн-форум – это бренд. И в частности, наши отношения начались год назад, когда я написала ему, сказала, что, пожалуйста, я очень хочу, сотрудничать, потому что то, что ты создаешь, это поражает воображение. И вы видите только верхушку айсберга того, что делает Александр. И вот тот объем работ, и та мощь, и та красота, с которой он это делает – вот это продажа бренда, когда люди уже идут к нему и говорят о том, что они хотят с ним работать. И я просто не буду сейчас, знаете, отдельных топовых лидеров компании Арифлейм называть, чтобы не забыть кого-то важного и никого не задеть. Поэтому на такой нейтральной позиции, чтобы было понятно. Продажа бренда – это когда люди идут к вам. Это когда люди хотят быть с вами, потому что вы – это вы. Вот это верхний уровень продажи. Но продажа одна и та же. Везде одна и та же абсолютно. Она не меняется. Она везде одинаковая. Она состоит из семи этапов. Подготовка, присоединение, потребности, презентация, возражения, сделка, обслуживание – везде, любой, какой бы уровень вы ни взяли, везде эти семь этапов, везде плюс-минус одинаковые действия. Чуть-чуть только меняется фокус на этих действиях. А так все одно и то же. Вот все вот эти три позиции – пирамида потребностей Маслоу, пирамида продажи и продажа из семи этапов – это и есть концепция продажи. Что вам очень важно уметь делать? С чем необходимо работать? Безусловно, технология присоединения, техника имя, техника комплимента, улыбка. У комплимента только три техники, с которыми мы работаем. Важные правила по работе с клиентами, выявление потребностей, по схеме «надо». Схема «надо» – это, я не знаю, я столько лет работаю с продажей, я перечитала гигантское количество материалов и вообще тренингов по продаже прослушала, я не видела ничего круче еще, чем «схема «надо». Мы ее прорабатываем, естественно, в процессе продажи. Покупательские мотивы и управление ими. Очень важно различать технику «хочу», то, что я хочу, понимаете, я хочу вкусно есть и хорошо выглядеть. Я хочу жениха, хочу богатства. И при этом, чтобы у меня был жених и богатство, мне нужно быть здоровой, иметь стройную фигуру и там красивое лицо. «Хочу» и «нужно». Очень важно отличать это, очень важно уметь с этим работать для того, чтобы ваши клиенты, во-первых, становились вашими клиентами, во-вторых, превращались в постоянных и после этого становились вашими ключевыми партнерами. Но в этом необходимо разбираться, это необходимо тренировать. Ложное истинное возражение. Техники работы с ценой, ошибки этапа завершения, потому что очень много кто, знаете, как бы рушатся даже не на предыдущих этапах, а именно на завершении. Вы просто не умеете завершать свою сделку, хотя все и делаете хорошо. Все мостики перехода между каждым этапом, ну и сопровождение клиента, работа с претензиями, с плохими клиентами. Вот это все навыки продажи. Вот, кстати, по поводу навыков продажи мы проводили курс «Мастерские продажи». Сейчас мы делаем такой подарок. Наша задача просто разогнать и усилить теоретическую подкованность консультантов компании Reflame, чтобы было с кем работать дальше, чтобы было кого поднимать на другие уровни, просто на другие уровни. У нас есть акция. Вы можете получить любую из, любой из этих 10 видеоуроков бесплатно, просто потому что вы его выбрали для себя и получили. Вся информация на моей странице. Как найти мою страницу, вы знаете. Там это есть. А, вот, собственно говоря, моя страница. А, ну вот, и отлично. Я благополучно подкралась к концу. У нас мы проводили тренинг техники продажи, можно сказать, много лет назад в прекрасном, великолепном городе Волгограде. Большая длинная отдельная история нашей любви. И тогда мы, специально тогда для Волгограда, он был первый наш город, мы создали тетрадь техники продажи. Вот там как раз список вопросов, которые вам необходимо себе задать. Знаете ли вы, умеете ли вы делать вот это или вот это. Там нет ответов, но там есть сами вопросы и место, куда можно записать вопросы. Знаете, некая тара. Так вот, эта тара уйдет в подарок каждому написавшему отзыв о сегодняшней моей работе. Александр тоже заметил, естественно, количество отзывов на моей странице. Отзыв – это один из важных инструментов работы с вашими людьми. Очень важно писать, знаете, вот очень важно не ждать отзыв к себе, да, а когда мне напишут отзыв. Очень важно написать отзыв своему спонсору. Скажите, вы писали хоть раз отзыв своему спонсору? Просто пишите на странице и не писали. Я знаю просто, что кто-то пишет, а кто-то впервые, может быть, об этом услышит. Писали ли вы когда-нибудь отзывы своим клиентам, когда вы зашли к клиенту на страницу и написали отзыв о том, какой он великолепный клиент, о том, как вы счастливы, что он появился в вашей жизни. Отзыв вашим партнерам, отзыв людям, которые рядом с вами находятся. Сегодня у нас день отзыва нашим мамам, да, праздник, день матери, отзыв для того, чтобы написать, какая мама была прекрасная. Письмо, записку, просто в церковь сходить, возможно, те, у кого уже мамы ушли. Это вопрос отзывов. Это мощнейший инструмент для создания потока, поэтому мы, естественно, используем этот инструмент, и чтобы вам, у вас был стимул и желание, мотивация, да, нужна мотивация, а чтобы вы это сделали, каждому, кто напишет отзыв, на моей странице есть вот такой слайд, там мое лицо, дата, тема, и вот под ним все, кто напишет отзывы о сегодняшнем вебинаре, вам будет отправлена вот эта вот тетрадь. Тетрадь не с ответами, но с вопросами по технике продажи. Насколько вы этой техникой владеете, насколько вы готовы... Включи меня обратно, я хочу их увидеть на несколько секунд. Итак, насколько вы владеете техникой продажи. Концепция продажи – это целое понимание всей этой системы. Техника продажи – это только проработка этапов. О, здравствуйте. Ну вот, я снова в эфире, все это время я очень махала руками, вот так вот делала, чтобы вам было понятней. Ну что ж, я благодарю вас за... ну вот, основная часть завершена. Я не знаю, сейчас мы, конечно, спросим Александра, можем ли мы ответить на вопрос или нам продолжить уже это делать за рамками онлайн-трансляции, как лучше сделать, потому что вопросы есть, и мы не можем их упустить. – Александр? – Екатерина. – Как нам поступить? Ответить есть возможность? – Ну, надо посмотреть, во-первых, на вопросы, потому что у меня есть предположение, что их может появиться много, и тогда, чтобы и тебе было удобнее и для людей, это есть смысл в режиме, например, там, чата, да? Если всего там один вопрос, то ты на него можешь ответить прямо сейчас. Давай посмотрим сейчас в чат, и что у нас в чате творится. Пока что идут благодарности, благодарности, благодарности. То есть если... давайте участники, дорогие, лучшей благодарностью для Екатерины Салье на сегодняшний день является... – Отзыв! – Ну, помимо отзыва, это главное, вы для этого получили хорошую мотивацию, а еще и ваши вопросы. Это, значит, задачу, которую она перед собой поставила, то, с чего начался сегодняшний вебинар, это выполнено, да? То есть вы вопросы начали формулировать. Так вот, если у вас есть вопросы, пишите. Терен, все-таки есть смысл, наверное, вынести за рамки... – Хорошо, да, давайте сделаем так. Продолжение этого вебинара будет на моей странице, и вы и так, я там отвечу на вопросы, потому что даже те, которые сейчас допишутся в чате, они там будут отвечены. Мы не будем сейчас нарушать порядок этого великого мероприятия. Мероприятия реально. Знаете, может быть, многие еще не осознали масштаб той работы и масштаб того действия, который создал Александр. Потому что я знаю, что... Я буквально несколько слов. Я не могу не сказать ничего, пропустить этот момент. Александр в этот раз, ну, выходил на уровень, на уровень компании, на уровень поддержки. Многие из вас писали и письма, и поддержку оказывали и так далее. И вот эта красота, вот этот процесс, который по энергии, по знаниям, по мощности, по продуманности вообще и последовательности, по тем спикерам, с которыми работает Александр, он ни в коем случае не меньше, чем, например, самое главное мероприятие компании, когда вам нужно выехать, приехать в Москву, и там есть свои плюсы. Но то, что делает Александр, в этом есть другая энергия. Пройдет еще немного времени, вы оглянетесь назад, еще год-два нашей информационной эры и раскрутки онлайн-бизнеса, и вы увидите, насколько могуч, вот я даже не знаю, какое другое слово выбрать, могуч Александр в том, что он сейчас создает, в том объеме, вот в этой махине, которую он делает, огромная ему за это благодарность, просто безмерная. Потому что, Александр, ты бренд, и с тобой приятно работать, и мы надеемся, что мы продолжим сотрудничество. И все совместные проекты, которые у нас будут. И это то, к чему есть смысл стремиться. Это то сопровождение, которое он создает, это та энергия, которую он создает, и масштаб знаний, который он несет, вот таким вот достаточно доступным для большинства из вас методом. Но пока еще, к сожалению, знаете, как есть люди, рожденные раньше своего времени. Александр один из первых, вот он уже пятый форум, пятый форум, когда он это делает, еще не все поняли, что он делает, но ты очень, ты очень крут. Спасибо тебе за твой труд. Так, ну что ж, все, тогда я прощаюсь с онлайн-трансляцией. До встречи. В три часа будет выложено продолжение и ответы на вопросы, которые вы задавали на моей странице, и которые появятся в чате. В три часа будет на моей странице. Как найти, я уже объяснила. Благодарю за время, за встречу, за эфир. Александр. Екатерина, спасибо большое за обратную связь, отзыв. Мне действительно поддержка, поддержка фактом того, что ты сегодня выступал, она очень нужна, потому что проект действительно большой, серьезный и иногда не хватает даже своих силенок. Но благодаря участникам, которые участвуют в прямых трансляциях, вот у зрителям нашим, благодаря спикерам, лидерам и тренерам этот проект живет. И что я очень важно подчеркнул для себя сегодня из твоего выступления, и я хочу еще раз на это сделать большой акцент, потому что мне кажется, в этом будет, ну, как некое такое подведение черты. Если что, поправь меня, пожалуйста. Своим проектом, который ты сегодня показывал, как некая демонстрация сопровождения, своим, моим проектом, который я сейчас организую, онлайн-форум, это наглядный пример, это не сколько, может, там, какая-то реклама, вот какие мы молодцы, да? Мы молодцы. Вот посыл, ну мы молодцы, да. Это посыл какой-то, показать, вот, делайте так, и у вас бизнес просто начнет развиваться каким-то космическими скоростями по сравнению с теми людьми, которые тоже они, они есть, рядом они смотрят, но они пока вас замечают. Надо проноситься, сейчас я руку так, чух, мимо них, как? Раз ты уже там директор, уже бриллиантовый, уже исполнительный, или там в топ-лидер и ушел. Мне кажется, это возможно, это возможно, и мы трудимся на эту тему, и Екатерина Крудец, и я, и, безусловно, если в этом есть потребность, мы будем делать совместный проект. А сейчас... Я вот в одном, если буквально, да, тема потока – это объединение усилий. И когда мы эти усилия объединим, когда наш марафон и вообще все действия Александра объединятся, это будет то, что приумножит даже наш поток у каждого отдельно взятого. То есть мы как две капли сейчас, которые создают результат, и если эти капли сольются, то это будет мегапроект. Ну, если дальше вопрос сливания, а еще и сливаются лидеры, которые участвуют в марафоне, ой, в марафоне, в форуме, и сейчас идет очень большая синергия, взаимное усиление, обучение команд, что, в принципе, пока что есть, но такими маленькими зачатками, а здесь вот прямо уже пятый раз мы объединяем самых-самых-самых сильных спикеров. И они же друг к другу, команды друг к другу прокачивают, мотивируют, обучают. Короче, хорош, все, а то мы уже увлекаемся, мы сами себя любим и ценим свою работу. Давайте сейчас сделаем самое главное. отзыв по выступлению Екатерины Салье вы получите. Ценнейший материал, я сам видел, это просто, ну, осталось только не просто прослушать, а его еще и проработать. Плюс еще, я так понял, тетрадочка там какая-то интересная с важными вопросами. И что еще? Все? Да, ну да, ну да, мы не прощаемся. И мы не прощаемся. И я желаю всем сегодня провести хорошо, используя этот воскресный день, получить удовольствие, провести его не только в бизнесе и с семьей. И всем успехов, всем удачи. Значит, завтра у нас технический перерыв. Один день мы отдыхаем, и продолжение онлайн-форума у нас начнется уже со вторника, и нас предстоит, что целая неделя, на самом деле мы только на половине пути. Итак, до встречи на следующей неделе, во вторник мы встретимся со следующим лидером, ну и вместе с вами. Екатерина, еще раз благодарю за сегодняшний выпуск.